МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Евгений Ключенков, я дата-инженер в компании Get Your Guide Berlin. И сегодня я предлагаю поговорить о том, зачем мы вообще собираем данные, как построение моделей помогает нам лучше понять этот мир, и самое главное, как применение определенного набора методов и техник позволяет повысить ценность этих данных и в конце концов сделать наших бизнес-партнеров счастливее. Увидимся через пару минут. Привет! Сегодня у меня не будет кодика, за которым я мог бы прятаться и скрывать свое волнение, но ничего, я думаю, справимся. Тема, о которой я хотел бы поговорить сегодня, это как продемонстрировать ценность данных вашим коллегам, вашим и нашим, разумеется, потому что, я думаю, это общая проблема и общая головная боль, как делать данные, как делать модели, которые были бы полезны затем нашим бизнес-пользователям. Ну, поехали. Давайте представим гипотетическую ситуацию. Все совпадения случайны, я ее полностью выдумал. Вот у нас офис молодой, динамично развивающейся компании. У них agile, у них очень дружный коллектив. Пиво, спицы по пятнице, в общем, все как положено. И у нас есть два персонажа. У нас есть data engineer, она слева. Ее легко узнать по eco-friendly бутылочке для кофе. И у нас есть специалист финансового отдела, он справа. Его тоже легко узнать, потому что у него нет компьютера. Это моя месть всем специалистам финансового отдела, не скажу за что именно. Итак, они однажды встретились, где-то около кофемашины, поговорили о жизни, о работе. И выяснилось, что, в общем-то, работать в финансовом отделе не сахар, потому что огромные массивы данных, это все где-то в Excel-ках. Эти Excel-ки никак не синхронизированы, они где-то разбросаны по разным папкам, разным компьютерам, и они постигли уже каких-то фантастических размеров. Каждое утро они запускают у них в офисе красный цвет от перенапряжения. Ну, в общем, все довольно тяжело. И вот они решают эту ситуацию изменить. Они садятся вместе, может быть, проводят даже несколько встреч. Они обсуждают, как это можно улучшить, они разрабатывают какую-то спецификацию. Наконец, может быть, еще проходит пара недель, и в результате получается отчет или дашборд. Очень красивый, с корректными цифрами, с метрографиками, где, в общем-то, довольно наглядно все показано, какие-то метрики, показатели. Финансовый отдел доволен. Инженер уезжает на Бали на пару недель в отпуск. А затем возвращается, и краем глаза замечает, что дашборд лежит где-то в районе мусорки, а финансовый отдел по-прежнему пользуется табличками, экселиками, по-прежнему в стрессе никак не могут свести свои показатели. Вот, разумеется, спектр эмоций на лице дата инженера не передается описанию. Это разочарование, это злость. И это классическая луз-луз-ситуация. То есть все обе стороны проиграли, потому что затрачено время, затрачены усилия, и в итоге, в общем-то, никакого эффекта, никакого результата у нас не получилось. Вот об этом бы я и хотел поговорить, как этого избежать. И, наверное, я буду гораздо больше становиться на сторону вот этого человека справа, специалиста финансового отдела, потому что я считаю, что это именно задача дата инженеров и дата аналитика, то есть тех людей, которые разрабатывают модели, это их ответственность делать так, чтобы эти модели были затем полезны и применимы в бизнесе. Вот поговорим, как этого достичь. Буквально один слайд о том, кто мы такие и почему нас вообще следует слушать. Мы компания Get Your Guide, главный офис у нас в Берлине, и мы крупнейший в Европе маркетплейс для городских активностей. В общем-то, для всего, чем бы вы, как турист, хотели бы заняться, скажем, в Париже. Это трансфер из аэропорта в аэропорт, это сигвари-туры, какие-то кулинарные туры, билеты в музеи, на Эфелеву башню, в общем, все-все-все, что туристы обычно делают в крупных городах, и не только в крупных, разумеется. И обычно у нас на этом слайде какие-то цифры про инвестиции, про какие-то финансовые показатели. Я их немножко изменил, чтобы просто показать объем данных, с которыми мы работаем. Например, у нас пользователи генерируют более 70 миллионов событий ежедневных, которые мы обрабатываем. У нас больше 7 тысяч задач в ежедневных пайплайнах. Понятно, что, наверное, для кого-то из вас эти цифры неудивительны, может быть, для вас они на порядок, а то и на два порядка больше. Но главная мысль, которую я хочу донести, что мы умеем ставить перед собой нетривиальные задачи, и я надеюсь их решать. Итак, давайте переходить к теме, как продемонстрировать ценность. И вот я хотел бы начать с разговора, как продемонстрировать ценность вообще чего угодно. И я утверждаю, что ценность чего угодно складывается из двух компонентов. Главным образом это наличие этого чего угодно и какая-то практическая полезность. Наверное, проще всего было бы показать на примере денег. Скажем, я хочу показать вам ценность одного миллиона долларов. И вот я начинаю рассказывать, что один миллион долларов – это круто, стильно, молодежно. И прежде всего я должен убедиться в наличии у вас этого миллиона или какой-то хотя бы гипотетической возможности, что он у вас может появиться. Иначе вы мне скажете, ну, слушай, это все классно, это как бы хорошо, но у меня миллиона нет и не предвидится, и зачем мне тебя слушать. И второй компонент – это какая-то практическая полезность, потому что если вдруг выяснится, что это миллион долларов в Зимбабве, или если мы с вами на Марсе и выращиваем картошечку, и нам вообще нечего за этот миллион купить, то как раз практическая полезность, даже если присутствует наличие, то практическая полезность стремится к нулю, и тогда тоже никакой ценности это не представляет. И вот давайте про оба этих аспекта поговорим быстренько. Наличие, и здесь у меня вот есть сказать только три слова – данные должны быть. И это не то, чтобы такая шуточка, ха-ха, вот чтобы данные были полезны, они должны быть. Я на самом деле здесь имею в виду какие-то вполне серьезные и практичные вещи, и вот в качестве стратегии я предлагаю следующее – это то, что мы используем у нас в компании. Прежде всего, хранить как сырые, так и обработанные данные. И здесь упор на сырые, то есть сырые данные мы тоже храним. Мы думаем о потенциальной ценности данных, а не только о текущей. Если данные не нужны сегодня, это не значит, что они не понадобятся завтра. И хранить логи изменений в моделях. Если вдруг какая-то метрика начинает читаться по-другому, то, да, будьте уверены, будет очень много вопросов, почему вчера было так, а сегодня так, и вот логи моделей, они должны быть доступны, общедоступны всем бизнес-пользователям. И я вернусь назад, я хочу показать два примера. Один с не очень хорошим концом, а другой с более приятным, чтобы продемонстрировать этот аспект. Вот первый пример. В одной из предыдущих моих компаний мы анализировали эффективность маркетинговых компаний. Соответственно, мы встаскивали какие-то сырые данные из Facebook, из Google, из аффилиатов через API. Затем мы группировали их. Согласно нашей внутренней логике мы могли сказать, вот эта компания из Facebook и вот эта компания из Google, они должны попадать в одну категорию, потому что это одна компания. И затем мы сохраняли это сгруппированные данные для дальнейшего использования, и на последнем шаге мы сырые данные удаляли, чтобы освободить место. И если у вас есть опыт работы с моделями, вы, наверное, вот здесь вот схватились за голову, потому что на самом деле самое интересное, мы их удалили не сразу, мы сначала их как бы хранили, хранили, а потом подумали, да зачем они нужны, мы за них платим, давайте платим за хранение, давайте удалим. И, естественно, буквально на следующий день к нам пришел, я называю его веселый маркетолог, и сказал, давайте-ка попробуем по-другому сгруппировать эти компании. И, ну, конечно, первая реакция это сказать, ну, ты что, мы же обсуждали с тобой модели, вот же твоя подпись на бумаге, мы же все обсудили, и ты сказал, что нужно группировать именно так. А на самом деле можно ничего не говорить и сказать, что если бы мы сырые данные не удаляли, то никакой проблемы бы не возникло, и нам бы не пришлось их заново стаскивать вот через, из сырых источников. И второй пример это уже то, что мы используем в Get Your Guide. Как я уже говорил, у нас очень много событий, которые генерируют пользователи, генерируют они через приложения, через браузер, через какие-то мобильные приложения. И у нас есть коллектор событий, который эти события принимает, как бы ворота такие, да, есть хранилище событий, куда мы их складываем, и затем оттуда мы их берем для какой-то последующей обработки анализа. И вот представим, у нас приходит поломанное событие, например, без IP-адреса, оно приходит в коллектор, и задача коллектора оценить, что вообще с этим событием делать. Он вызывает валидатор схемы события, слушай, говорит, вот, мне пришло такое событие, вот, посмотри, все ли там в порядке. Валидатор говорит, нет, не в порядке, там нет IP-адреса. И в первой нашей версии мы бы просто отбросили это событие и вернули ошибку в приложение, сказали, извините, такое событие нам не подходит, мы его в обработку не принимаем. Во второй версии сейчас, что мы используем, мы тоже возвращаем ошибку в приложение, но мы не удаляем это событие, а отправляем его в трэш, в так называемую свалку событий, откуда, при желании, мы потом в таком полуручном режиме можем вернуть его в анализ. И вот если мы этот путь более подробно рассмотрим, у нас есть свалка событий, которые мы хотим вернуть в обработку и анализ, допустим, 10 тысяч событий без IP-адреса. Какие у нас есть варианты? Ну, во-первых, мы можем обработать только имеющиеся поля. IP – это не единственное поле, там есть client, есть device, есть много другой полезной информации, можем сказать, хорошо, все, что связано с локацией у нас, конвертируется в нул, и мы никак не можем его использовать, но все остальное мы успешно используем. Мы можем заполнить пропущенные поля статистически, мы можем сказать, если половина наших пользователей статистически из Соединенных Штатов, то давайте вот случайным образом возьмем половину этих событий и заполним IP-адресами Соединенных Штатов. Я не говорю, что это хороший способ, но он, безусловно, существует, и можно иметь его в виду. И, наконец, в самом конце мы можем удалить эти поломанные события, как мы и делали раньше, но сейчас это только один из доступных нам вариантов, а не единственный. Дальше. Переходим к полезности. Безусловно, не все данные одинаково полезны, некоторые, я бы даже сказал, вредны. И здесь стоит, наверное, поговорить вообще о моделях, что такое модели, для чего мы эти модели делаем. И мне вспомнился случай, когда три моих друга и я поехали в прошлом летом на фестиваль электронной музыки в Мюнхен. И каждый раз, наверное, у вас тоже есть такой опыт, каждый раз, когда какая-то группа людей едет вместе, начинаются какие-то довольно сложные финансовые ситуации, потому что я сначала купил билеты на самолеты в отель, потом кто-то оплатил транспорт за всех, кто-то кому-то купил завтрак, кто-то кому-то занял денег. И поначалу еще это возможно как-то держать в голове, но это очень быстро накапливается, и возникает некое... Ну, то есть сложно держать это все в голове, сложно даже записывать на бумагу, то есть возникает необходимость какой-то модели. И в нашем случае мы просто скачали приложение, которое сделало там какую-то сложную схему взаимозачетов, и показало, кто сколько кому должен. И вот, собственно, об этом я говорю. То есть необходимость модели возникает, когда либо есть какие-то очень сложные взаимодействия между данными, либо когда этих данных становится настолько много, что просто невозможно их держать ни в голове, ни на листе бумаги. И таким образом, вот мое личное определение моделей – это некая искусственная конструкция, что важно. То есть в природе никаких моделей не существует, там планетам все равно про какие-то теории гравитации, они спокойны, ну, у них вообще, наверное, нет никакого сознания. Поэтому вот модель – это искусственная конструкция, которую мы, люди, придумали, и которая помогает нам лучше понять наш реальный мир. И когда я думаю о моделях, мне вот приходит в голову довольно часто эта сценка из мультфильма «Ежика в тумане», когда у нас есть такая реальность вокруг нас, она большая, она какая-то нечеткая. Есть мы с нашими моделями, мы подсвечиваем нужное и игнорируем все остальное. То есть вот мы какую-то область вокруг себя выделяем и говорим, что все остальное для нас абсолютно неважно. Отсюда вывод, что может существовать большое множество моделей и одной и той же реальности в зависимости от того, что мы выделяем, что подсвечиваем и что игнорируем. И вот переходя от моделей к хорошим моделям и то, что мы используем у нас в компании, у нас она называется, хорошая модель называется Certified Model, сертифицированная модель. И мы говорим, что она должна соответствовать 5 критериям. Во-первых, эта модель полная, во-вторых, точная, затем актуальная, надежная и с документацией. И вот по всем этим пунктам я предлагаю быстренько пройтись и посмотреть, какие же модели мы считаем достаточно хорошими для того, чтобы называть их сертифицированными. Полная модель, ну, наверное, проще объяснить, что это такое неполная модель. Неполная модель – это та, которая не отвечает на какую-то совокупность вопросов из одной области бизнеса или области знаний. При этом мы стремимся сделать модель всего, знания физики делают модель всего. И, наверное, было бы странно, если бы у нас сидел специалист отдела продаж и специалист Customer Support, и все их вопросы мы могли бы разрешить с помощью одной модели. Нет, но какая-то область бизнеса, какая-то законченная, да, должна вот этой моделью покрываться. И что помогает, это когда и специалист данных, и бизнес-партнер сидят как бы с одной стороны, грубо говоря, за одним столом, иногда даже с одним листом бумаги, и вот про эту область знаний думают, рассуждают. То есть они не противопоставляют себя друг другу. Этот что-то попросил, у этого ресурсы, время поджимают и вот какой-то торг. А наоборот, они думают вместе, они выступают вот как партнеры, которые пытаются решить какую-то проблему сообща. И процесс, который я предлагаю, который работает у нас и работает успешно, прежде всего начать с обсуждения вопроса или проблемы. И вот это очень важно. И, наверное, если вы бы и хотели запомнить какой-то один слайд из моей презентации, то это был бы как раз вот этот. Всегда нужно начинать с обсуждения вопроса или проблемы. Если мы вернемся к начальному примеру, где у нас был дата-инженер и специалист финансового отдела, если бы вот меня, например, попросили описать, что там произошло в нескольких словах, я бы сказал, наверное, решалась проблема, которая не существует. То есть люди начали с решения, а не с, собственно, проблемы, которую необходимо было решить. Затем обязательно посмотреть, какие данные и модели у нас уже имеются. Очень часто уже есть какие-то модели, какие-то данные, которые могут ответить на вопрос, и ничего даже нового, думать, не нужно, не нужно множить какие-то сущности. Затем, если данных нет или их не хватает, придумать модель, да, собственно, что мы подсвечиваем, что игнорируем, что оставляем, то есть все эти вопросы обсуждаются, и затем мы переходим к разработке Minimal Viable Product, то есть какая-то модель, которая, может быть, работает на одной неделе данных, или, может быть, даже какие-то фейковые данные, то есть просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, какие там будут показатели, и, опять же, сесть с бизнес-партнером и обсудить вот в контексте проблемы, решает ли такая модель ту самую проблему, которая была в самом начале. Ну и, собственно, пятый пункт – разработать модель. Может быть, еще шестой пункт стоит добавить какие-то, учесть какие-то ошибки на будущее, вот так вот прорефлексировать весь этот процесс. Ну, вот здесь у меня на слайде его нет. И покажу пример. Например, это была модель, которую я разрабатывал. Ко мне пришел бизнес-партнер и сказал, вот хочу какую-то модель, которая будет показывать, во-первых, как мы движемся в цели, а это количество проданных билетов в течение квартала, и не нужно ли предпринять какие-то дополнительные усилия, например, в середине квартала, если мы видим, что мы цели не достигаем, может быть, нужно провести какую-то маркетинговую компанию или сделать что-то еще. Вот они захотели такую модель. И даже вот они мне принесли визуализацию, которая выглядела приблизительно вот так. Горизонтальная линия – это цель квартальная, и затем количество проданных билетов кумулятивно по дням. И мы сели, начали думать. И, во-первых, первое, что мы придумали, у нас на горизонтальной оси не дата покупки, а дата путешествия. И люди покупают билеты каких-то будущих своих путешествий, и, значит, для будущих даты эти билеты уже проданы. И почему бы их не показать в этой модели? И мы пришли вот к какой-то такой визуализации. Слева у нас ярким цветом – это те билеты, которые уже реализованы, то есть это даты в прошлом, а справа – это билеты, которые куплены на будущее. То есть теоретически люди могут их еще вернуть, то есть вот то количество билетов, оно еще не совсем гарантировано, но все-таки возвраты у нас не так уж часто. Затем на следующей итерации мы нарисовали проекцию цели. Мы сказали, хорошо, ну вот у нас есть цель, а вот там, где мы сегодня, это удовлетворительно или нет? И мы нарисовали горизонтальную линию, которая в конце этой цели достигает, а мы сказали, ну вот да, мы сейчас там в районе 20 ноября, и похоже, что мы перевыполняем план, потому что количество проданных билетов гораздо больше, чем вот такая линейная цель. А на последней итерации мы уже сказали себе, ну хорошо, у нас же есть сезонность, и на самом деле эта цель достигается на самом деле нелинейно, поэтому давайте возьмем исторические данные и вот добавим какую-то сезонность, и получилось у нас что-то подобное этому, где мы все еще к цели движемся с опережением, но уже вот не с таким опережением, как на предыдущем. И все, и вот здесь мы остановились, мы сказали, да, еще, наверное, можно улучшать, еще можно что-то добавлять, но это уже достаточно для ответа на те поставленные вопросы, которые эта модель, собственно, и должна решать. И вот в таком виде она используется и сегодня, и на самом деле никаких претензий нет, это пример успешного примененной стратегии, когда мы вот начали с правильной постановки цели, и путем нескольких итераций таких маленьких MVP мы пришли к финальной модели. Точная модель, точная. Ну вот я определяю для себя таким образом, если у нас есть хорошие данные начальные и есть правильная обработка этих данных, то мы, ну, скорее всего, да, приходим к какой-то точной модели. И когда мы говорим о хороших данных, их желательно проверять из других источников. Если мы строим модель для конверсии, то можно эту конверсию проверить по финансовым показателям, и она должна более-менее софтодать, да. И использовать опыт и здравый смысл. Опять же, если у нас, получается, конверсия очень большая или очень маленькая, то это уже повод забить тревогу и сказать, ну, по-моему, здесь что-то не так, давайте перепроверим. Правильная обработка – это уже какие-то внутренние процессы, это юниты, интеграционные тесты, это код-ревью, это парное программирование, то есть вот все те механизмы, которые в разработке применяются и которыми не стоит брезговать, не стоит их игнорировать при работе с данными также. И, ну, вот в качестве примера могу показать, как мы делаем код-ревью. Вообще ни один pull-request у нас не обходится без описания. Если кто-то, если нам что-то прилетает без описания, то первый вопрос от любого члена нашей команды будет, пожалуйста, об от описания, потому что мы, как мы можем проверить правильность того, что ты сделал, если мы не знаем, что ты делал и зачем. То есть хотя бы должна как-то быть поставлена цель, для чего делались изменения в коде, и вот какие, собственно, были эти изменения. Актуальная модель, да, актуальность данных очень важна. Тоже, разумеется, если данные к нам приходят не вовремя, то иногда они просто бесполезны. Вот у нас есть три реальных модели. Есть прибыль от продажи билетов, и мы это делаем с лагом в один день. То есть прибыль за вчера у нас покажется сегодня, утром, да, к началу рабочего дня. Ранжирование результатов поиска. Если вы пойдете на наш веб-сайт и там покликаете, походите, то приблизительно через один час у вас уже начнутся показываться персонализированные результаты в поиске. И обнаружение мошенничества. Опять же, если вы к нам пойдете и попытаетесь что-то там незаконное провернуть с кредитной картой, то мы попытаемся отловить эти случаи сразу же. И опять же, вся актуальность и своевременность, она определяется бизнес-задачами исключительно. То есть если мы захотим это все перемешать и прибыль начнем показывать мгновенно и затратим туда много технических ресурсов для этого, а мошенничество мы будем обнаруживать на следующий день, то понятно, что в первом случае мы потратим усилия на то, что на самом деле никому не нужно, а во втором случае эти данные просто станут бесполезными, потому что они уже не актуальны. И стратегии в данном случае – это понимать нужды бизнеса, понимать, для чего им нужна такая своевременность и такая актуальность, соизмерять их с техническими возможностями. Иногда нам приходится говорить «нет» на какие-то запросы, мы говорим «у нас такой технической возможности нет» или «это было бы очень сложно», или мы вернемся к этому вопросу в будущем, а пока имейте в виду, что данные приходят с каким-то опозданием. И раскрывать актуальность информации. Что я имею в виду здесь – это в каждом дашборде, в каждом отчете, который у нас в системе существует, у нас есть такая плашечка, где мы показываем, когда данные были обновлены в последний раз. И даже если мы не смогли сделать какой-то полноценный мониторинг и какой-то из пайплайнов сломался, то бизнес-пользователь всегда видит, что данные актуальны или неактуальны, и может как-то это соизмерять со своими задачами, говорить, что данные неактуальны, я не буду принимать на их основе решения, я лучше пожалуюсь и дождусь, пока свежие данные в мою модель придут. Надежная модель – это, наверное, самый-самый философский вопрос, потому что мы поговорили, вот модель точная, модель актуальная. Вроде бы это все определяет надежность, но я бы сказал, что все-таки нет, потому что вот если мы подумаем про надежность в нашем бытовом контексте, вот что такое надежный друг, надежный банк, надежная машина. Ну, надежный друг – кто-то, кто нас не подведет, когда у нас сложная ситуация. Банк не закроется и не пропадется вместе с нашими деньгами. Машина не сломается, если мы поедем собирать грибы в Рязанскую область. И в основном это все связано с какими-то нашими ожиданиями. То есть мы ожидаем от машины, что она не сломается, мы ожидаем от банка, что она не лопнет. Соответственно, надежность связана с ожиданиями, она основана на доверии, мы доверяем тому, что считаем надежными. И каким-то образом обеспечивается предсказуемость поведения. То есть на машине мы уже ездили, а банку мы уже доверяли свои деньги. То же самое, наверное, применимо и... В нашей области я утверждаю, что надежность модели обеспечивается надежностью самих команд и их внутренних процедур. Все люди, все ошибаются. То есть мне никто не говорит, что если человек ошибся, то он ненадежен. Но если внутренние команды построены таким образом, что этим процедурам можно доверять, то, наверное, эти команды и те продукты, которые ими генерируются, будут тоже считаться надежными. Соответственно, стратегия здесь – это предельная честность и открытость. Опять же, должна быть культура в компании и в команде, что ошибки – это нормально. Но если ошибка случилась, мы не пытаемся ее тихонечко исправить и сделать, как бы ничего не было. Нет, первым делом мы выдавляем наших бизнес-партнеров, что модель обнаружена ошибка. Пожалуйста, не принимайте никаких важных бизнес-решений. И мы вот сейчас стараемся ее исправить и вам дополнительно сообщим. Открытая база поломок и инцидентов. Я, например, могу пойти в любую команду нашей компании, посмотреть, какие у них были инциденты и какой был импакт. Я не могу найти слово на русском, да, то есть посмотреть на этот список. Мониторинг времени доставки – это то, что мы показывали на предыдущих слайдах. И поддержка возникающих вопросов и изменяющихся нужд. Мало. Разработать модель важно еще обеспечить пользователей какой-то поддержкой постоянно, если в них возникают вопросы, а почему метрика такая, а не другая, почему сделано так, а не иначе, то на эти вопросы нужно оперативно отвечать. И, конечно, здесь нужна какая-то мотивация для самих работников, которые вместо того, чтобы разработать что-то новое, они вот сидят и разбирают конкретные случаи, обеспечивают такую клиентскую поддержку. Ну и в каких-то случаях даже оптимизация, если постоянно прилетают одни и те же запросы, то, конечно, это нужно каким-то образом оптимизировать, документировать и снимать нагрузку с живых людей. Вот один из примеров, то, что мы используем у нас в компании. Это специальный оператор в Slack, где можно задать в принципе любой вопрос от данных и вызовет салямда функция, которая этот запрос распарсит и попытается сопоставить это с нашей базой знаний и сказать, вот, по-моему, есть вот эти три ссылки, которые, возможно, ответят на твой вопрос. Не всегда это получается, да, не всегда эти ссылки полезны. Иногда вопросы таковы, что у нас просто нет ничего в базе знаний про это. Тогда мы, естественно, стремимся это туда добавить. А во-вторых, ну, это дает нам какое-то время, да. Во-первых, пользователь не остается наедине со своим вопросом, и это дает нам какое-то время, пока он там кликает на эти ссылочки, как-то на этот вопрос реагировать. Но в каких-то случаях, да, человек говорит, да, я понажимал на ссылки, вопрос нет, и тогда никакой нагрузки на людей не происходит. Документированная модель. Здесь вот такой пример я хочу привести. Как мы уже сказали, существует, может существовать несколько моделей одной и той же реальности. Вот пример из физики. У нас есть две модели гравитации. Есть модель гравитации Ньютона, которая говорит, все материальные объекты притягиваются друг к другу, есть какая-то сила между ними. И есть теория относительности Эйнштейна, говорит, никакой силы нет, просто есть искривление пространства, вызванная массой этого объекта, и вот все объекты движутся по какой-то кратчайшей траектории. И что интересно, модель гравитации Ньютона, она не очень точная, то есть она не объясняет какие-то эффекты в физике. Модель Эйнштейна, она гораздо более точная, я бы сказал, она вообще никак еще не опровергнута, то есть точность феноменальная, гораздо выше. Но в повседневной жизни мы как-то все договорились, что мы, тем не менее, используем модель гравитации Ньютона. Например, если вы проехались утром на велосипеде, мы не говорили бы, что вот моя презентация началась на 31 квадриллионную, на 31 квадриллионную секунду позже, чем моя, то есть мы вот не делаем никаких таких допущений, мы говорим, да, модель не очень точная, но той точности, которая у нее есть, она вполне достаточная, и мы ее используем в повседневной жизни. Таким образом, неточные модели могут быть полезны, если мы устанавливаем границы их использования. И я бы сказал, не страшно, если модель не работает в каких-то обстоятельствах, гораздо хуже, когда она выглядит, будто она работает, и вот никакой информации об этом нет. Соответственно, когда мы говорим про документированную модель, мы говорим следующим образом. Документация, модель задокументирована, если, во-первых, документация существует, и бизнес-пользователи знают, где ее найти, в каком-то корпоративном открытом доступе, если описаны все компоненты, понятно, какую задачу мы решали, как мы к этой задаче двигались, почему мы выбрали те или иные решения, метрики, показатели и так далее. Если установлены границы, если мы говорим, при каких условиях модель верна, при каких она не верна, если нам это понятно, да, и, наконец, какие условия должны выполняться, и, естественно, документация должна регулярно обновляться, то есть если мы изменяем модель, то документация это как-то, на самом деле, отражена. В качестве рекомендации, наверное, да, если у вас документации нет, я бы, прежде всего, рекомендовал, конечно же, чтобы она появилась, и чем быстрее, тем лучше. И, ну, платформы, то есть мы в данном случае, в нашем случае мы не инвестируем так много ресурсов в платформу, в какие-то команды делаются документации на GitHub, pages, какие-то на Google сайтах, или даже Google документах, мы лично используем NKDocs, очень примитивная платформа, которая генерирует нам статический веб-сайт, который мы вот хостим. Куда мы действительно вкладываемся, это вот в контент, в объяснение, мы стараемся рисовать какие-то красивые картинки, красивые схемы, чтобы, ну, как-то было понятно, то есть, каким образом данные у нас обрабатывать, потому что мы считаем, что в данном случае содержание гораздо важнее формы. Ну, и, наверное, это все. Большое спасибо за внимание. Сейчас нам нужно переходить к вопросам. И я сейчас, буквально одна минутка, мне нужно открыть ссылочку, в которой будут вопросы, если они, конечно, есть, если кто-то дослушал меня до конца. Ну, и никаких вопросов я не вижу. Да, напоминаю, что будет еще виртуальный уголок «Спроси меня» после окончания этой трансляции, и я там тоже буду, то есть вы можете туда зайти и какие-то вопросы. Да, извиняюсь, оказывается, был вопрос. Я его не увидел. Вопрос был анонимно задан, да, как внедрить data-driven большой компании. Хороший вопрос, очень сложный. Наверное, такого уж однозначного ответа у меня не будет. Я когда-то думал об этом, у меня даже писал статью, и, наверное, самое главное, вот как я это определяю для себя, самое главное – это показать, опять же, ценность данных, да, если мы придем, допустим, если я приду к нашему СТО и скажу, я вот буду, я хочу делать вот так, вот так и вот так, то, наверное, первым вопросом будет, какая от этого польза для бизнеса, польза для каких-то людей, которые принимают непосредственные бизнес-решения, да, потому что, ну, от того, что мы сделали новую модель, скорее всего, клиентов напрямую не появится, да, модели делаются для того, чтобы на их основе мы принимали решения, и эти решения потом каким-то образом конвертировались в прибыль, клиентов, ну, какие-то реальные показатели. И, наверное, я бы порекомендовал, самое главное – это, ну, вот попытаться на каких-то реальных примерах, может быть, малыми усилиями, малой кровью сделать какие-то модели, отчеты, которые бы начали генерировать какую-то пользу. То есть я могу привести пример. У нас, например, опять же, это связано с финансами. У нас был финансовый отдел, который, ну, тратил, наверное, часов 20 в неделю вот совокупного человека труда на то, чтобы подтаскивать какие-то цифры из одного места в другое, каким-то образом это сопоставлять. И инициатива исходила от нас, от нашего отдела. Мы сказали, слушайте, ну, это же невозможно, но вы можете заниматься более полезными вещами. Давайте вы будете, давайте мы вам сделаем какой-то механизм, да, который будет это все делать, а вы будете заниматься чем-то другим. И да, мы это сделали, то есть теперь они нажимают на кнопку, и вместо 20 часов результаты получаются 5 минут и могут сфокусироваться на каких-то других задачах. И вот когда такой, накопится критическая масса каких-то таких примеров, да, то с этим можно идти и сказать, а вот теперь смотрите, если мы сейчас делаем инфраструктуру, и если все начнут задумываться о том, как же использовать наши данные, то мы получим ценность для бизнеса совокупную, какую-то кумулятивную. Ну, вот, наверное, моя рекомендация такая. Спасибо. Спасибо. Спасибо.